Всем привет! Вы на канале Собервижн. В этом выпуске я продолжу рассказывать вам про мою колонию мирмикарий СП. В предыдущем видео мы заселили ее формикарий каблук и как вы помните сделали декор на арене. Причем таким образом, что растения в центральной части арены выступают за ее пределы. Эксперимент удался. Никаких отрицательных последствий я не наблюдаю. Наоборот, интересно смотреть за тем, как муравьи исследуют окружающий мир, поднимаясь на растения. Как вы видите, муравьи имеют интересный внешний вид. Они очень забавно передвигаются, поджав брюшко и имеют длинные лапки, что делает их похожими на каких-то маленьких паучков. Но просто интересным внешним видом дело не заканчивается. Эти муравьи поражают своей четкой взаимосвязью друг с другом. Колония работает как единый организм. Понаблюдаем, как они охотятся и пьют сахарный сироп. Я установил практически во всех формикариях тарелочки в виде скорлупы от фисташек. Туда я наливаю сахарный сироп муравьям. Остатки уже засохшего сиропа также активно слизываются муравьями. И когда я наливаю свежую порцию сиропа, иногда самые увлеченные слизыватели попадают под капли свежего сиропа. Вы только посмотрите. Один муравей попал в сироп. Но не тут-то было. Другой муравей хватает его и вытаскивает из беды. Такое я раньше не видел ни в одной из своих колоний. Мермикария очень умная, что делает наблюдение за ней увлекательным занятием. Давайте посмотрим дальше. Первые рабочие, которые обнаруживают появление сиропа в скорлупе, устремляются в гнездо и сообщают остальной колонии о появлении еды. Другие муравьи, как по команде, начинают выскакивать из своего гнезда и приступают к трапезе. Еще раз можно убедиться в моментальной мобилизации всей колонии. А также удивительно смотреть за трофалаксисом у Мермикарии. Я видел тройные трофалаксисы у своих колоний, но вот передача пищи друг другу из пяти муравьев, наблюдал только у этой колонии. Давайте теперь посмотрим за процессом охоты на туркменских тараканов. Если кинуть придавленного таракана около гнезда, он моментально заносится внутрь, причем задействуется минимум муравьев. Если жертва находится подальше и имеет большие размеры, муравьи начинают быстрое оповещение остальной части колонии. И уже спустя небольшое время на арену вываливает толпа, которая хватает жертву и также тащит ее в гнездо. Совсем другое дело, когда таракан живой и находится далеко от гнезда. Тут муравьи очень осторожно, но решительно действуют, стараются схватить жертву, пытаются удержать ее и ждут подхода основных сил. Тут тоже все знают свой маневр. Кто-то держит за лапы, кто-то брызжет кислотой. В конечном итоге жертву облепляют со всех сторон, держат, ждут, когда она окончательно перестанет сопротивляться и лишь после этого затаскивают свое гнездо. Там ее разделывают на кусочки и кормят всех членов колонии, а также расплод. Прям слаженная машина. Как я уже говорил, мирмикарию тяжело поднять с начальной колонии. Это в первую очередь связано с тем, что первые рабочие быстро погибают и колония не успевает набрать численную массу. Но зато в дальнейшем проблем с ними точно нет. Расплода становится очень много. За относительно небольшой промежуток времени муравьи у меня забили первый модуль. Пора открывать второй. В обновленном каблучке для этого не надо вынимать перемычки и вставлять другие. Достаточно просто передвинуть перемычку в сторону. Муравьи в первый день в новом модуле устраивали трофалаксис. Спустя сутки они перенесли туда половину расплода. Еще через сутки в эти чистые покои перешла королева. Вот такие умные создания эта мирмикария. Будем продолжать наблюдать за ее развитием. Надеюсь, она сможет еще чем-нибудь меня удивить. Я слышал, что они могут строить красивые куполообразные домики из подручных материалов. Напишите в комментариях, как еще можно раскрыть скрытый потенциал этой колонии. Проведем еще какой-нибудь эксперимент с ними. Этот выпуск подошел к концу. Спасибо, что посмотрели. Приобрести такой формикарий, как в этом видео, можно по ссылке в описании или написав мне на почту. До скорых встреч, ребята. Всем пока-пока.